Давайте немножко приблизимся и более четче посмотрим, что есть конкретно служение пророка. И в течение всего времени мы немножко касались этого. Но давайте сейчас поместим это в форму, которую вы сможете запомнить, попытаться. И разницу, которую можно объяснить между даром пророчества, находится в 1 Коринфянам 12 главе. И даром пророка, который написан в Ефесянам 4.11. Дар приходит непосредственно от Бога и предназначен для любого верующего. Так как Дух разделяет, как Ему угодно. И то, о чем говорит нам 1 Коринфянам 12 глава. Эта глава нам говорит о раздельном излиянии, наделении от Духа Святого. То, как Дух, кому угодно распределяет. С другой стороны, Ефесянам 4 глава, 11 стих. Дар дан церкви через Мессию. Вы со мной? В Коринфянам 12 это сверхъестественный дар, это сверхъестественная способность, и это дар. В Ефесянам 4.11 дар становится личностью. И эта личность, она предназначена для церкви. Вы все хорошо поняли это? Он хочет, чтобы вы разбирались в этом, потому что это важно. С одной стороны, есть способность пророчествовать. Но с другой стороны, также есть личность, пророк, который послан для церкви. Два этих списка, два этих послания, они на самом деле очень разные. В Коринфянам упомянуто о пророчествах, а в Ефесянам упомянуто о пророке. И мы можем задать себе вопрос. В Ефесянам 4 главе, в 11 стихе, там говорится о пророках. Используют ли они вот этот простой дар пророчества или мотивацию пророческую? Или они являются чем-то большим, чем простой дар пророчествования? И мы рассмотрим с вами эту разницу. И мы попытаемся изучить ее, рассмотреть. Да, это правильно. То есть, ты схватил то, что я попытался сказать. Помочь нам ответить на вопрос. Нам проще взглянуть на людей, которые названы пророками в книге Деяний. В Деянии 11 главе. И мы посмотрим на стих 27 и 28. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав встал и предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при Кесаре Клавдии. Это одно из первых мест, где мы в Новом Завете можем столкнуться с человеком, которого называют пророком. И вот он конкретный Агав. Он пророчествует о великом голоде, который будет по всей Римской империи. И в переводе моем на английском Библии написано, что это так и случилось, и был голод при императоре Клавдии. И мы помним о том, что доказательство, что ты истинный пророк является, исполнилось ли твое предсказание. И по этому месту Писания мы можем судить о том, что Агав был проверенным пророком, потому что его пророчество исполнилось, и голод был. Мы иногда в Писании не видим всю историю, или, может быть, не все объяснения, пояснения даются. Но терминология, которая здесь используется, что он пришел из Иерусалима с некоторыми, то есть там не один пророк, а некоторый. И, скорее всего, на то время он уже был распознаваемый как правильный пророк. Писание нам не уточняет, о чем пророчествовали, и как подтверждались их пророчества всех тех, кто пришел вместе с Агавом. Но написано, что их называли уже пророками. Значит, это были проверенные люди. В 21 главе Деяний, 10 стихе. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И выйдя к нам, и взял пояс Павлов, связав себе руки и ноги, сказал, «Так говорит Руаха Кадеш, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников». Он говорит им. То есть мы видим того же Агава, та же Личность, и теперь он приходит из Иудеи. То есть мы можем сделать вывод, что этот человек путешествовал, и он двигался от места к месту. И он пророчествовал о Павле, о Савле. И мы можем судить, читая в Писании, что это пророчество также исполнилось. Но здесь очень интересный момент. Это реакция людей, когда он сказал о том, что будет с Павлом. 12 стих. Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. И, скорее всего, это говорит нам о том, что люди, которые слушали его пророчество, знали его как пророка. Они уважали его. И когда он провозгласил это пророчество, и, скорее всего, они все были уверены, что это так и произойдет. И то, что мы видим здесь, мы видим, что он имеет развлечения. Он имеет власть и признание у людей. Он был признан как человек, который говорит от имени Господа. Давайте пойдем в Деяния 15 главу, в 32 стих. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом преподали наставления братьям и утвердили их. У нас здесь появляются два новых имени, которые называются пророками людей. И также мы не видим много объяснений в Библии, как они стали признаваемыми пророками. Но Писание нам дает понять о том, что они были узнаваемы как пророки. Если мы в Деянии 13 главе 1 и 2 стих посмотрим. В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители. Здесь мы видим, что в самом начале возрастания общины люди, которых называли пророки и учителя, были представителями лидерства, лидерской позиции в то время в церкви. И ожидалось, что лидерский состав, так сказать, первоапостольской церкви будет пророки и учителя. И когда я читаю Писание, я четко вижу о том, что пятигранное служение имело место в первоапостольской церкви. И здесь говорится о том, что были некоторые пророки и учители. И потом идет список имен. Но здесь нет разделения, кто из них был пророком, а кто учителем. Но, может быть, кто-то из них даже имел два этих дара вместе, и пророчество, и учительство. И я с уверенностью могу сказать, что, скорее всего, этим обладал Варнава. Если вы понаблюдаете за ним в Писании, вы увидите, что он двигался в обоих этих дарах, и в учительстве, и в пророчестве. И дальше у нас есть человек, которого зовут Симеон, которого называли Черный, Нигер. Мы не знаем, почему, но Луций Кириньянин, Манаил, совоспитанник Ирода, четвертовластника, и Саул. Мы не знаем, что это тот Саул или другой. Я думаю, что это другой Саул, в отличие от того, которого мы называем Павлом. Я не прав, простите. Читая второй стих, мы поймем, что это был Павел. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал им, отделите мне Варнаву и Павла на дело, которому я призвал их. Это осенило меня только сейчас, поэтому простите меня, я учусь вместе с вами. И очень интересно увидеть здесь, из-за того, что имя Павла попало в этот список, на тот момент он уже был узнаваемым и признаваемым как пророк и учитель. И в этом списке Павел находится в нем, и здесь говорится о том, что он уже пророк и учитель. Но это время, если мы смотрим исторический контекст, до того, как Павел начал свое личное большое служение. Это время, когда Варнава и Павел под действием Духа Святого только начинали двигаться в том служении, которое Бог, мы знаем, делал через них. С того времени Павел был в Тарсе, да? Он, Павел, провел какое-то время в Тарсе, в Греции, а тут мы видим, что его призвали в Антиохию. И его призвали, он вернулся и был в Антиохии. Но в этом месте мы видим, что его отделили в церкви для служения, в котором Бог его призывает. Тогда же они, совершив пост и молитву, возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селеквию и оттуда отплыли в Кипр, и, быв в Соломине, проповедовали Слово Божье в синагогах. Это начало того великого служения, в которое Бог призвал Павла. Сложность здесь с этим списком имен, что непонятно, они все были пророками и учителями, или кто-то из них был пророком, а кто-то был учителем. И в вопросе с Павлом мы знаем, что он стал великим-великим учителем и назван апостолом. Больше мы ничего не слышим о тех, кто здесь упомянут. Мы не слышим о Симеоне, Нигере, о Луции, к Ренинианине, Манаиле или Иуде. Но мы можем видеть о служении Павла и Варнавы. И также они названы апостолами. Очень сложно дать развлечения разделить апостольское служение и пророческое служение. Очень интересный момент, когда изучаете апостольское служение. Что конкретно это есть? А некоторые люди делают его очень простым, это служение. И есть такое очень простое определение слову апостол и этому служению, что это человек, который ходит из места на место и начинает церкви. Это не часть нашего обучения. Я не могу глубоко войти в это. Но для меня это намного глубже и больше, чем просто вот это простое определение. И как мы уже смотрели в Деянии 15 главе 32 стих, обильно, обильным словом проповедовали наставления братьям и утвердили их. И они проповедовали о том, что Ишуа был Мессия и Сын Божий. Второе коринфянам. Второе коринфянам, первая глава. 19-20 стих. Ибо Сын Божий, Ишуа, Мессия, проповеданный у вас, нами, мною и Силуаном, и Тимофеем. Не был, да и нет. Это не конкретно то местописание, но вы помните, когда Павел и Сила были в тюрьме? Они были в цепях. И они посреди ночи начали славить Бога. И тюрьма пошатнулась, и цепи опали, и они вышли. И здесь мы можем видеть, что Сила периодически присоединялся к служению Павла. И мы можем знать немножко больше об Агаве, пророке. Он говорил очень четкие, явные повеления от Духа. Давайте пойдем в Деяния 11 главу. 27-28 стих, которые мы уже читали. И 21 главу мы читали. Мы можем увидеть во всех этих местах Писания о том, что Агав в своих пророчествах был очень конкретен и аккуратен. И наблюдая за всеми этими пророками в Писании в новозаветное время, мы можем сделать вывод и понять, что это, как служение, это включает в себя гораздо больше, чем простой дар пророчествования. Этот муж Божий, Агав, он давал очень четкие, конкретные предсказания перед тем, как это происходило. Происходило. Простой, но мы как разбирали ранее, что простой дар пророчествования, он не обязательно включает в себя части предсказания будущего. И простой дар пророчествования, которым может обладать каждый из нас, он для ободрения, увещевания, утешения персонально. Нет намека никакого, связанного с Агавом. Мы не можем с уверенностью сказать, что Агав выполнял ту же самую роль, как пророки Ветхого Завета Моисей и другие ветхозаветные Илья. То, что мы можем увидеть в служении Агава, о том, что он двигался в контексте разных общин. Пророки Танаха, как Моисей и Илья, пророчески говорили лидерам нации. Мы также должны различать, мы должны с вами увидеть в Танахе о том, что еврейский народ был одним народом, и у них вот был пророк для их народа. В новозаветних писаниях народ Божий — это разнонациональное общество, включает в себя много наций, верующие люди. Вот в этом разница. В Ветхозаветние пророки в основе своей пророчествовали только израильскому народу. Да, они могли пророчествовать странам, которые окружали Израиль, жили возле Израиля. Но они все равно работали как бы в вопросе того, что Израиль — это одна нация, и они ей служили. И они служили одному истинному Богу. Я здесь должен сказать кое-что. То, что я сейчас скажу, — это типичная мысль, которая фигурирует в христианских кругах. Но я ее сейчас выскажу вам, но мое личное мнение, я не согласен с ней на все 100%. Это мое личное мнение. То, что я вам сейчас скажу, — это обычно принятое то, что считается обычным. И если мы будем рассматривать это в контексте новозаветних писаний, то мы увидим, что это правда. После Пятидесятницы излияние Духа Святого. Общественное мнение в библейских кругах, в обучении, в школах библейских. Нету новозаветнего примера такого эквивалента пророка, который мог бы говорить к народу. И Писание говорит о том, что вы не можете найти пример такого новозаветнего пророка, который мог бы говорить нации. И, в принципе, это правда. Но я все же верю, что это возможно. Я верю, что Бог может поднять кого-то, кто способен был бы говорить нации. И я говорил вам ранее о человеке, которые пророчествуют перед финским парламентом. И есть несколько пророков, которые имеют служение пророческие в Америке, но я не на 100% всегда с ними согласен. Которые высвобождают пророческое слово, которое дает направление, в принципе, всей нации. То, что мы можем четко увидеть в новозаветних писаниях, что пророк говорит общине, церкви. То, что мы видим в эфесянам 4 главе, 11 стих, называется служениями. И это гораздо более объемнее и весомее, чем простой дар пророчествования или мотивация пророческая. Can we say that simple gift of prophecy and prophetic motivation is the same or not? Can we say that simple gift of prophecy and prophetic motivation is the same? Here in Ukraine, we don't use the terminology like a simple gift of prophecy. And sometimes we say if it's motivation and spirit can use everyone. You have motivation. In that case, I think it's probably the same. That's correct. Я просто хотела уточнить, правильно ли говорить, что простой дар пророчествования и пророческая мотивация – это одно и то же. Он говорит, если рассматривать в ключе, что дух способен коснуться каждого, промотивировать и использовать, то да. Позвольте мне уточнить для вас то, что я вкладываю в фразу «простой дар пророчествования». Это тогда, когда кто-то из вас в служении и дух касается вас и побуждает вас высвободить слово. Вы мотивированы и подталкиваемы духом святым. Это простой дар пророчествования. Но есть служение пророка и не все пророки. Вы очень классные в футболках сегодня. И, например, вы знаете, что ходят люди, фанаты футбола, и они ходят в футболках своих любимых футбольных команд. И факт, что они в футболке фаната команды футбола, это не значит, что они играют в этой команде и они футболисты. И то же самое связано с пророчеством. Вас может дух использовать, чтобы вы пророчествовали, но это не значит, что вы имеете служение пророка. Для того, чтобы распознаваться и быть признанным пророком, надо иметь именно дар от Бога, от Духа Святого. чтобы стоять в служении пророческом. Двигаться в пророческом служении. Вы должны иметь постоянное проявление проявление двух, хотя бы двух даров откровения. Есть разные типы даров. Все из вас были, когда я давал учения даров Духа Святого? Если вы послушаете на дисках «Мое учение о дарах», или если вы попросите меня снова это преподать, я там немножко изменил, то это вам бы помогло понять то, что я сейчас говорю о том, что есть разные типы даров. Есть дары, которые мы можем сказать дары откровения. И пророчество попадает под эту категорию. Но также его можно назвать и даром вдохновения, который очень похож, очень похожи, и терминологии очень похожи. И по поводу откровения, это то, что Бог открывает нам, являет нам, которое невозможно было бы узнать естественным путем. И дар вдохновения, это когда Дух Святой вдохновляет нас что-то сказать, и мы побуждаем и Духом говорить. И это то, что мы можем сказать обо всем Писании. Все Писание Бога вдохновенно и вдохновлено Духом Святым. Чтобы квалифицировать служение пророка, вам нужно хотя бы два этих откровения, даров откровения. Слово мудрости, слово знания или развлечения духов. Все эти три дара крайне важны для служения пророка. Если вы их не имеете, вы очень быстро можете уйти в сторону и съехать с пути правильного пророка. И, к сожалению, на сегодняшний день я очень часто с этим сталкиваюсь в церквях. Из-за вот этой путаницы и непонимания, что конкретно в себя включает пророческое служение, и как оно должно работать и двигаться. Многие просто пытаются функционировать и двигаться в этом служении пророческом, но не имея вот этих даров мудрости, знания, развлечения духов. Вам необходимо слово мудрости, чтобы говорить в чью-то жизнь. Вам надо слово знания, чтобы понимать, что происходит внутри этой личности. И вам надо развлечение духов, чтобы знать, что приходит от Бога, а что не от Него. и так же, чтобы понимать, как Дух работает в личности, которой вы говорите. Сейчас у нас маленький перерыв и вернемся. и так же, Спасибо за субтитры,